МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Массажиров вне остановок, поворачивать со второй линии, увеличить штрафы для пешеходов. Чего еще требовали водители маршруток? Со свадьбы в больницу массовое отравление в Бишкеке пострадали 173 человека, несколько десятков из них дети. Заведено уголовное дело. Разрешил работать иностранцам в нарушении законодательства. В столице задержан очередной чиновник, сотрудник миграционной службы. Неделя для жителей столицы началась с транспортного коллапса. Маршрутки не вышли на линии. По данным отдела управления транспорта мэрии Бишкека, сегодня город остался приблизительно без 2300 маршруток. На линию вышли всего 30% водителей. В результате тысячи людей опоздали на работу. На остановках горожане часами ждали транспорт, автобусы и троллейбусы с нагрузкой не справлялись. На дорогах образовались многочисленные пробки. Таксисты подняли тарифы в разы превышающие реальные расчеты. Тысячи бишкекчан сегодня не смогли добраться до работы вовремя. Водители маршрутных такси без предупреждения объявили забастовку. На остановках возмущенные горожане недоумевали, что могло послужить причиной акции протеста. Добираться до работы горожанам приходилось с пересадками. Минут 20 я там стояла. Теперь пересадку сделала, смотрю, что-то с маршрутками, да, не то. Некоторые едут, но без номеров. Не останавливаются. А здесь очень забито было. Не знаю теперь, как я доберусь до работы. Сколько уже стоите? Час. Час ждет? Нет. Только троллейбус. Да я-то хоть подошла, но мне уже позвонила дочка еще час назад и сказала, мама, можете выходить и пешком идти, потому что маршруток нету. Да и троллейбусов нету. Что случилось? Вообще весь транспорт стал. Ну надо тогда арбу, арбу, гишачка и вперед. Ситуацией немедленно воспользовались таксисты. На каждой остановке города тут же появились те, кто решил подзаработать на трудностях горожан. Фирмы подняли стоимость проезда на 30 сомов, чтобы привлечь дополнительные машины. Те же, кто таксует без счетчика или просто предприимчивые авторюбители, подняли стоимость проезда сразу в несколько раз. Брат, по чем довозишь? Сто сомов. По пути, да? Пока люди искали способы добраться до работы, муниципалитет пытался договориться с бастующими. Вице-мэр Геннадий Милицкий назвал происходящее саботажем и призвал водителей бусиков выйти на линию. Мэрия готова выслушать митингующих, но только не в форме митинга и ультиматумов, а путем переговоров. Я обращаюсь ко всем водителям, создать инициативную группу. Два, три человека отсюда, там пять человек. Сегодня же вечером у меня в кабинете в присутствии ГАИ, всех заинтересованных служб, обсудить эти вопросы и начать решать. А сейчас я еще раз говорю, ребята, это ваша работа и выполняйте ее. Я прошу, чтобы все выехали на маршрут. У нас миллионный город, тихо, миллионный город. Мы должны чувствовать за собой ответственность. Если есть проблемы, подождите, а мне тоже не 18 лет. Если есть проблемы, их нужно решать. Мы готовы это делать. Сегодня же. Однако маршруточники настаивали, чтобы их проблемы муниципалитет решил незамедлительно. А требований немало. Основные из них – это отсрочка страхования пассажиров. С 1 апреля все водители бусов, как, впрочем, и таксисты, а также те, кто возит опасные грузы, обязаны застраховать пассажиров. Те, кто не получит полис, будут обязаны оплатить штраф сотрудникам автоинспекции. ГУБДД у водителей очень много претензий. Это и необоснованные штрафы, и двойные стандарты. Маршруточники недовольны тем, что за нарушения, которые допускают водители автобусов и троллейбусов, инспектора их не наказывают. В то же время с маршруток деньги требуют постоянно. Почему сотрудники ГАИ на остановочной площадке делают парковку, они там прячутся и ждут канапы, за второго ряда пуст, по-другому, по-другому, почему не разгоняют на остановочной площадке парковку, они умирают в автомашине. Они, наоборот, вместе не прячутся. Почему? Я еще раз говорю, проблема есть, подожди, проблема есть. Их нужно решать. Давайте делать это сообща. Вы видите, что остановки? Решаем, решаем. Недовольны водители и тем, что в городе недостаточно остановок. Речь идет о наиболее загруженных маршрутах. Свои претензии муниципалитету маршруточники высказали и с введением формы. Носить жилеты они не против, но требуют нормального качества экипировки. Я думаю, эта форма хороша. Мэрия в курсе? Добровольный мерча будет. О, хорошо. Пускай и будет. Хорошо. А, длинность. А, устоя на львах, что-то в законе. Я думаю, что не дают это. А, длинность. Добровольный мерча будет. Оставляйте что-то. Оставляйте на львах, где что-то. Все эти вопросы мэрия предложила обсудить за столом переговоров. Многие водители на условиях анонимности отметили, что готовы были и сегодня выйти на маршруты. Однако некие заинтересованные группы не давали им это сделать. Маршруточникам угрожали побить стекла, а те, кто все-таки выходил на линию, избивали. Игорь Потанин, Нурбек Копаров, НТС. Под лозунгами «За достойную оплату труда и нет страховым выплатам» кроется, возможно, не только чаяние рядовых водителей маршруток, а лоббирование чьих-то интересов. И за этими акциями, возможно, стоят экс-чиновники управления городского транспорта города Бишкек. Совсем недавно там уволился начальник. Поводом, по некоторым данным, стали выявлены коррупционные схемы. Его уход совпал с введением новых требований к перевозкам пассажиров. Этим и было решено воспользоваться. Если эта информация подтвердится, то эти обстоятельства возьмут на изучение и правоохранительные органы. А пока частные компании и государственные предприятия столкнулись с форс-мажорной ситуацией. Работники вовремя не явились на работу, а кто-то и вовсе пошел обратно домой. Понесенные убытки, рекомендуют эксперты, можно и нужно возмещать через суд. Пока Бишкекчане пытались найти способы передвижения из точки А в точку Б, простаивая драгоценное время огромными толпами на остановках, мы пытались выяснить, кто мог стоять за организацией сегодняшней забастовки. Обслуживание маршрутной линии – это прибыльное дело. В городе миллионники, в котором нет альтернативного вида транспорта, нежели как наземный автомобильный, пассажирские бусы – безысходность. Автобусов на целый город выезжает всего около 120 в день. И до сотни троллейбусов. Развести население по их делам – это транспорт не в состоянии. И убедиться в этом воочию сегодня получилось именно благодаря забастовке. Итак, маршрутки. Компании, которые предоставляют услуги такого вида транспорта, по столице официально 41. Чтобы получить маршрут, хозяину фирмы нужно иметь свой пассажирский автопарк, нанять или закупить в собственность диспетчерскую службу и станцию техобслуживания, собственную или в аренде. Ну и, конечно, приобрести лицензию на осуществление пассажирских перевозок. На этих условиях фирма может участвовать в тендере. Заплатила больше всех – маршрут получила. Всего работает 41 фирма. Среди владельцев ведь есть и депутаты, и чиновники мэрии. Этого я не могу сказать. Не знаю. Причина сегодняшней забастовки – введение страховочных выплат по количеству кресел в микроавтобусе. Ну и, как следствие, повышение оплаты за проезд. По мнению дорожного эксперта Таланта Садагбаева, у простого водителя действительно много трат. Заплатить хозяину компании, дорожный налог, патент, ремонт буса, не считая поборов со стороны гаишников. И заработок, возможно, действительно не покрывает расходов. Но претензии, считает Садагбаев, водителям нужно предъявлять владельцам фирм, которые только и заинтересованы в том, чтобы на их маршруте было много машин. При этом пассажиропоток не увеличивается. Оттого и выручка каждого отдельного водителя уменьшается. Людям же, получается, за маршрут платить, там, хозяину маршрут, там, за какие-то еще платят, платят. А вопрос в том, что когда на одном маршруте, даже у них внутри, за место десяти машин и за место, так сказать, четкая графика, кто когда приехал и въехал. Хозяину маршрут выгоднее, чтобы побольше маршруточек было. Потому что сумма-то вырастает, хотя, так сказать, пассажиропоток не увеличивается. Вот и получается, что люди меньше зарабатывают. Вот они недовольство этим выражают. А недовольство они должны бы выражать этой компанией, которая, так сказать, маршрутом владеет. Впрочем, подоплека сегодняшнего саботажа может крыться и в другом. И здесь не обошлось без коррупционных схем внутри самого управления городского транспорта. Ветер дует, на самом деле, насколько мы понимаем, прежде всего, возможно, от бывшего начальника управления городского транспорта и несколько человек, которые с ним были в связке. Они поймали моменты мотивации водителей, когда с 2008 года был принят закон об обязательной ответственности автоперевозчиков перед пассажирами. Это водители как бусиков, так и троллейбусов, автобусов и даже такси должны иметь страховой полис на случай аварии, чтобы пассажир мог получить компенсацию. Вторая мотивация, которую там тоже для водителей, своя рубашка близок к телу, это повышение тарифов на проезд бусиков. Действительно, буквально на днях там ушел начальник. По данным некоторых источников, в управлении городтранспортом были выявлены коррупционные схемы с нарушением закона о муниципальных служащих. Они стали поводом для расследования, которое сейчас идет, и потому озвучивать детали этих коррупционных проявлений не представляется возможным. Но есть предположение, что экс-чиновники причастны к сегодняшней забастовке путем подстрекательства владельцев фирм. Они, как и главы ОСО, не хотят менять условия ведения этого бизнеса, а на линии фронта, как всегда, оказались рядовые водители. Все одно к одному, что там на самом деле существовали определенные коррупционные зоны риска. Эти коррупционные зоны риска всплыли. Информация попала и в городской кинеш, были письма и на спикера, и правоохранительные структуры. Поэтому эти зоны коррупции, возможно, кому-то хочется сохранить. И при этом используют в темную некоторых водителей, когда говорят, что надо бастовать. Как результат, срыв работы многочисленных коммерческих и некоммерческих организаций. Но понесенный ущерб можно возместить. Подать в суд на виновников этого транспортного коллапса. Не стоит забывать, что в договоре по итогам тендера прописываются не только права фирмы-перевозчика, но и его обязанности осуществлять перевозку пассажиров по определенному маршруту. Чего сегодня сделано, не было. Елена Яковлева, Александр Симонов, НТС. И пока водители маршруток бастовали, в столице началась акция взаимопомощи. Автомобилисты с табличками, где указаны номера маршрутов, бесплатно возили горожан по линиям пассажирских микроавтобусов. Идея принадлежит депутату Джигурку Кенеша от фракции Республика Таджурд Марлену Маматалиеву. Машины, а их около ста, распределили по тем районам, куда автобусы и троллейбусы не доезжают. Откликнувшимся водителям, которые не знают схему проезда, выдали маршрутные листы. Некоторым выдали даже деньги на бензин. Если ситуация не разрешится, отметил Марлен Маматалиев, акцию они намерены провести и завтра. К бастующим городе водителям маршруток присоединились и водители большегрузных авто. На контрольно-пропускном пункте Сосновка выстроилась очередь из грузовых машин. Около 80 водителей бензовозов вышли на акцию. Водители требуют устранить коррупцию на дорогах, сбор средств, а также пересмотреть постановление правительства об обязательном страховании. Отметим, с 1 апреля за перевоз легко воспламеняющихся жидкостей весом до 2,5 тонны годовая страховка будет стоить от 5 до 10 тысяч сомов. За перевоз более 20 тонн придется оплатить от 60 до 120 тысяч сомов ежегодно. На случай, если во время аварии такой груз нанесет какой-нибудь ущерб. Сосновка преднуждает нас оплачивать за проезд. Мы заранее попадаем вне закона, а потом, чтобы осуществлять свою деятельность, мы вынуждены были оплачивать это. В принципе, на зло. А вот вид страхования опасных грузов сейчас, умный, этот завод давно есть, существовал. Теперь за него ввелишь право. Наши требования первые – отменить введение страхования с 1 апреля до внесения изменений в закон о страховании опасных грузов. 60 тысяч сомов мы должны заплатить. Деньги на ветер называются. Второе – разобраться, в конце концов, с коррупцией в Министерстве транспортной и коммуникации. Наши журналисты решили выяснить, что это за полис и действительно ли за его отсутствие водители уже штрафуют. Требование это, как пояснили в государственной страховой организации, введено для перевозчиков. А вот сам страховый случай распространяется на пассажиров. В случае ДТП пострадавшим будет выплачиваться компенсация до 300 тысяч сомов как раз из денег, ежегодно оплачиваемых водителями. То же самое касается и владельцев бензовозов. Но в условиях участившихся аварий с участием маршруток и автоцистерн, перевозящих опасный груз, эта норма уже становится необходимостью. Сам закон о страховании пассажиров был принят еще 10 лет назад. А вот административную ответственность за отсутствие полиса ввели только с этого месяца. Обзавестись таким страховым полисом теперь должен каждый водитель общественного транспорта. И маршрутчики здесь не исключение. Вот только последние сегодня пожаловались, что стоимость документа им не по карману. Более того, платить штраф за его отсутствие маршрутчики отказываются. Сколько человек уже оштрафовано инспекторами и какие конкретно меры принимаются в отношении нарушителей? Ответ на этот вопрос мы получили в ГУАБДД. По данным главного управления пока проводятся только разъяснительные работы. То есть за отсутствие полиса на 500 сомов еще не штрафуют. Примерно неделю будут только инспектировать и предупреждать. Так как закон вступил в село с 1 апреля, в данное время сотрудники, обеспечивающие безопасность зараженного движения, проводят разъяснительную работу. Никаких мер на водителей в данное время не принимается. В соответствии с административного кодекса, если у водителя имеется водительское удостоверение, в отсутствие страхового полиса, составляется административный протокол, выписывается только временный талон и отпускается. Так в какую сумму в год страховой полис обойдется перевозчикам? По утвержденному тарифу стоимость зависит от количества посадочных мест и не превышает 140 сомов. Если быть точнее, то 137. К примеру, для таксиста легковой машины это 536 сомов в год. У тех же бусов и спринтеров «Мерседес» в среднем от 12 до 15 пассажирских сидений. У кого-то меньше, у кого-то больше. Выходит, что для столичных маршрутчиков стоимость полиса составит около 2000 сомов. Для междугородних маршрутов одно посадочное место по страховке стоит чуть больше. На одно место внутригородские тарифы получаются где-то 140 сомов. Межгородние или же международные, они где-то на одно место предусмотрены в порядке где-то 200-205 сомов. 10 мест, допустим, в автомашине, тогда получается около 1400-2000 сомов должен водитель за один год оплачивать. При этом, если, например, случится ДТП по вине водителя и пострадают пассажиры, в таком случае возмещается до 300-300 тысяч сомов за каждого пострадавшего. Страховые случаи, напомним, распространяются именно на пассажиров и перевозимых груз. Полисом предусмотрена ответственность и для перевозчиков огнеопасного груза. Здесь может быть несколько вариантов, если автоцессерно с бензином или дистопливом перевернется и навредит экологии. А ведь может быть и такое, что врежется в строение и, не дай бог, взлетит на воздух. Например, третья группа – это то, что легковоспламеняющиеся материалы, которые возят, допустим, бензин. Вот третий класс. До 2,5 тонн. Тариф 1%. Значит, перевозчик за машину платит 10 тысяч сомов в год. Если у него 10 машин, конечно, 100 тысяч сомов будет. Но, во-первых, сам водитель и то, что перевозимый груз здесь не застрахован. Если случился ДТП, в случае ДТП, да, пострадали третьи лица, экология. Если он ступнул в какую-то машину и за ту машину, и за те, которые пострадали в той машине, вот за них будет платить страховая компания. На сегодня в Кыргызстане существует около десятка страховых компаний, какую выбрать на усмотрение самих водителей. Как отмечают специалисты, в условиях участившихся ДТП с маршрутками и бензовозами, введение этого вида страхового полиса – уже требование времени. Хотя бы таким образом граждан обезопасят на дорогах и гарантируют, что материальная компенсация за причиненный ущерб будет им выплачена. После банкета сразу на больничную койку с отравлением. Так в Бишкеке отпраздновали свадьбу. Из 192 приглашенных 173 обратились в больницу. 150 человек в столице, остальные в регионах. Ресторан, в котором отмечали свадьбу, закрыт до выяснения причин. Руководство заведения оштрафовано на 25 тысяч сумм. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Согласно предварительному заключению, причиной отравления людей стало нарушение технологии приготовления, условий и сроков хранения блюд. На утро сегодняшнего дня известно о 173 людях, обратившись в больницы с признаками пищевого отравления, госпитализировано 100 человек, 19 из которых дети. Многие из них 30 марта побывали на свадебном банкете в бишкесском ресторане. Кое-кто из гостей взял угощение домой, которые затем попробовали их близкие. Всего гостей на банкете было 192 человека. Многие приехали в бишкек из областей. Большинство из госпитализированных лежат в столичной инфекционной больнице. Пострадавшие начали поступать еще в субботу. Больные госпитализируются со средней тяжелой формой заболевания. За последние сутки в отделении реанимации находились трое больных. Это мама и девочка с 7 лет. Они перевелись вчера по стабилизации состояния в отделении обычное. На данный момент находится одна больная, 61 год. Она поступает в 16 часов с гиповолимическим и септическим шоком. Состояние у нее сейчас стабильно тяжелое. Она в сознании и шока выведена. Завтра мы ее переведем в отделение. На этом мероприятии участвовали не только жители города Бишкек, но и на сегодняшний день мы получаем информацию, что по Исекульской области обратились те лица, которые были здесь. Участвовали в мероприятии. 11 человек по Чуйской области, Панфиловском районе, 7 человек, 6 человек на Рынской области. То есть на сегодняшний день поступают люди. Еще уточняется, наверное, потому что вы знаете, что сроки развития кишечного и пищевого отравления начинается с 6 часов. Гуля Тарикматова лежит в одном отделении, ее дочь в другом. На свадебном банкете в ресторане Аллатуо были вместе. Врачи говорят, что больные идут на поправку. Пока еще признаки отравления не прошли, поэтому употреблять могут только чай да кефир. Мы с дочкой здесь, в Бишкеке, живем. Приехали домой со свадьбой. На следующее утро сначала ей стало плохо, но вечером уже мне. Вызвали скорую и нас сюда доставили. До сих пор тошнит меня. Не очень хорошо себя чувствую, но врачи говорят, что все будет хорошо. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Ресторан закрыт до выяснения обстоятельств и устранения причин случившегося. Сейчас в инфекционной больнице работают следователи, опрашивают пострадавших. Узнают детали произошедшего. Кто что ел и пил в ресторане Аллатуо. Уже изучено меню. Гостям подавали курицу по-тайски, ассорти мясное и рыбное, салаты, шурпо, национальные деликатесы, выпечку и сладости. Национальные мясные деликатесы привозили из Соколукского района. Из запроса пострадавших установили, что они в основном употребляли рыбу жареную и курицу по-тайски. Санэпидемиологи склоняются, что в этих блюдах и есть то, что стало причиной массового отравления. Мы проводим выяснение поставщиков, откуда эти продукты поступили, как они там хранились, какие были нарушения. На нарушение, раз, получается, произошло пищевое отравление, это значит, где-то технологический процесс был нарушен. Или на стадии транспортировки, или на стадии приготовления, или на стадии хранения. Потому что должны были создать условия, при которых болезнетворные организмы размножились и привели к этому пищевому отравлению. Ресторан оштрафовали на общую сумму 25 тысяч сомов, отметил Артур Буюклянов. Продукты отправили в лабораторию на анализ. Предварительные результаты будут известны уже завтра. А до среды четверга санэпидемиологи выяснят, какой возбудитель вызвал отравление. Словом, после этого случая никаких внезапных проверок точек общепита не будет, не позволяет закон. Закон написан, что плановые проверки подлежат предприятиям общепитания не более одного раза в год. Плановый порядок. Если от населения в письменном виде жалобы поступает, тогда мы внеплановые проверяем после согласования Министерства экономики. А вот таких случаев, когда массовые пищевые отравления, какие факты, если обнаружат, регистрируются, тогда мы без согласования Министерства экономики, мы имеем право проверять внезапные объекты. По данным санэпиднадзора, в Бишкеке около тысячи точек общепита. Новые объекты санврачи проверять не могут, лишь по истечении трех лет, чтобы не мешать бизнесу. С 1 апреля этого года кафе, рестораны начали помечать стикерами различных цветов, на которые гражданам советуют обратить внимание. Если стикер зеленого цвета, в заведении все в порядке. Наклейка желтого цвета означает, что там есть недостатки. Красный цвет говорит о многочисленных нарушениях. Также отметим, что последнее массовое отравление в Бишкеке случилось в 2013 году. Анасасия Соболева, Бакыт Кушалиев, НТС. В Рязанской области выясняют причины ДТП, в котором пострадали 8 наших соотечественников. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Мини-вэн с гражданами Кыргызстана врезался в электрический столб. Авария произошла накануне на 377-м километре дороги Москва-Челябинск. Травмы получили 8 человек. Состояние троих оценивается как тяжелое. Сообщается, что одному из пассажиров оторвало руку. Все пострадавшие доставлены в Шацкую районную больницу Рязанской области. В управлении МВД России не исключают, что причиной аварии могло стать несоблюдение скоростного режима. На месте проводится совместная работа сотрудников Дорожной инспекции и следователей. Подпольное игорное заведение в столице раскрыла финансовая полиция. По информации ГСБ, карточный зал был оборудован на дому. Клиентам предлагалось играть в покер на деньги. В квартире, куда и наведались с обыском финполовцы, нашли игорное оборудование, фишки и даже дилеров, обслуживающих азартных гостей. Возбуждено уголовное дело по статье организации содержания игорного заведения, а также проведение азартных игр и лотерей с использованием игорного или лотерейного оборудования. Как отмечают в госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями, проверки, направленные на выявление аналогичных фактов, продолжаются. Незаконно выдавали разрешение на работу иностранцам. Генеральная прокуратура завела уголовное дело на сотрудников Государственной службы миграции. Документы на введение предпринимательской деятельности китайские бизнесмены получили сверх квоты предусмотренной законодательством. По данным надзорного органа, разрешение на дело производства, как и список данных иностранцев, были даны лично начальникам одного из отделов миграционной службы. Таким образом, сверх квоты с нарушением лицензионного законодательства разрешения на работу получили пять индивидуальных предпринимателей. Нарушение со стороны начальника одного из отделов Госслужбы миграции в Генеральной прокуратуре выявили несколько дней назад. По данным главного надзорного органа, сотрудник этого ведомства выдал как минимум пять разрешений на работу иностранным бизнесменам, не имея на то законных оснований. Предприниматели, о которых идет речь, граждане Китая в нашей стране, трудятся на рынке Дордой. Начальникам отдела службы миграции было дано указание делопроизводителю отдела о предоставлении иностранным гражданам разрешительных документов на работу. Список данных иностранцев был предоставлен самим начальником. При этом не были аннулированы в соответствующем порядке ранее поданные ходатайства по другим иностранным гражданам. До настоящего времени у граждан Китайской народной республики разрешения на работу не аннулированы и не изъяты. И при этом сверх квоты были выписаны разрешения на работу пяти индивидуальным предпринимателям. В самой службе миграции случившееся отрицают, а точнее формулировку нарушения. То есть разрешение на то, чтобы китайские бизнесмены занимались предпринимательством в нашей стране, действительно выдавали. Но все в строгом соответствии с законом. Кстати, один из сводов законодательства гласит, что такое разрешение может выдаваться одному предпринимателю вместо отсутствующего другого. Иными словами, если службе миграции удастся подтвердить, что один из бизнесменов не занимается своей деятельностью, его разрешение аннулируется и выдается другому желающему. Главное не превысить лимит выделенной квоты. Был протокол, подписан администрацией ДОДО, то есть в данном случае администрация Мураспорта обратилась к нам официально с письмом, и с просьбой вместо пяти граждан, которые не находятся и не осуществляют трудовую деятельность на рынке Джунхай, вместо них выдать другим пяти. К налоговой инспекции тоже пришло письмо, что да, данные работники не осуществляют трудовую деятельность, не сдают налоги и просят. И налоговая просила нам аннулировать в связи с тем, что они нарушают законодательство. В этом году для трудовых мигрантов в нашей стране выделено около 16 тысяч квот. Из них почти 70% предусмотрено для граждан Китая. Однако то, что фактически гостей из Поднебесной в нашей стране гораздо больше, нежели официальная цифра, ни для кого не секрет. Так, например, несколько лет назад при проверке Токмакского нефтеперерабатывающего завода было выявлено более 200 нелегалов. Иностранцы, работающие без разрешения, были обнаружены и на руднике Талдыбулак-Левобережной. Например, квота предусмотрена на 16 тысяч человек. Больше трех тысяч трудовых мигрантов работают несанкционированно. Нужно принимать меры. За разрешение на трудовую деятельность платят две тысячи сомов. Вот и посчитайте. Мы направили в правительство наше предложение. Но насколько поднимется стоимость, неизвестно. Напомню, в прошлом году рабочая группа Совета безопасности выявила несколько коррупционных схем в системе работы Госслужбы миграции, связанных с выдачей иностранным лицам разрешения на трудовую и предпринимательскую деятельность на территории Кыргызстана. Чтобы обеспечить прозрачную работу ведомства, члены рабочей группы поручили упростить процедуру выдачи документов. Так, рассмотрение сокращено с одного месяца до двух недель, а количество необходимых документов уменьшилось с пяти до трех. Сабина Дамаскина, Рахаджены Бекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Вместо красок растворимый кофе, обычная кисть и белый лист бумаги. Нехитрый арсенал в руках талантливого художника. Легким движением кисти Нурлана Дешубекова из двух ложек кофе и нескольких граммов воды на бумаге оживают крыгызские горы, юрты и даже люди. Запах кофе и его натуральный цвет делают картины художника еще более уникальными, а потому уже появились желающие заполучить себе портреты, изготовленные по необычной технологии. Однако сам художник зарабатывать на своем ремесле не собирается. Это получается начальный набросок Ташрабата. Это сейчас художник Нурлан Дешубеков рисует Ташрабат, башню Бурана и прочие архитектурные памятники. А начиналось все с детских комиксов, которые тогда еще маленький мальчик рисовал для себя и друзей в кабинетах Института искусств. Его отец был художником и преподавателем в университете. Когда разглядел в сыне творческие способности, стал помогать развивать талант. Папа, получается, с детства меня учил понемногу рисовать. Он помогал мне рисовать в школе и почистить основную часть от него. Техника рисования сама похожа на акварельную технику, в принципе, или на любую другую технику. Гуашь, акварель, типа такого. И, в принципе, ничем не отличается от этого. Однако заниматься рисованием профессионально молодой человек не захотел. Поступил в университет на экономический факультет, параллельно стал подрабатывать в кофейне Бориста. Там и проникся любовью кофе. Изучил направление латэ-арт, рисунки на кофейне пени, а позже на просторах интернета наткнулся на создание картин из кофе. Первый шагик, конечно, первый блинком, конечно, но первые рисунки не очень были. Я подбирал консистенцию, подбирал разные подходы к рисованию. Вначале я, получается, рисовал, ну, получается, брал с работы такие использованные эспрессо, уже которые не годятся, вот, и рисовал с помощью эспрессо. Но эспрессо получается однородное такое, и им, как бы, рисовать неудобно, в том плане то, что рисунки такие блеклые, ненасыщенные такие и неинтересные получались. А после я перешел на именно рассвоимое кофе, самое дешевое такое, и, в принципе, понял то, что рассвоимым кофем удобнее, намного удобнее рисовать на бумаге. Сегодня в его коллекции уже около десятка картин. Все подчеркивают национальный колорит. Девушки в кыргызских народных костюмах, всадники на лошадях и, конечно же, юрты и родные для художника пейзажа. На один такой рисунок уходит не меньше пяти часов беспрерывной работы и две ложки кофе. Мне нравится именно цвет кофе. В том плане то, что именно вся структура кофе на бумаге, мне кажется, лучше смотрится. Я видел, в принципе, то, что в некоторых местах, в разных странах, то, что люди там добавляют такие для запаха, там, ванилин, чтобы картина пахла именно ванилином, либо что-нибудь, там карамель добавляют, сиропы разные, чтобы вот запах передать. Я пока только чисто кофе. Мне только это нравится. Сам Нурлан о своих картинках говорит, что это больше увлечение для души, нежели способ заработка. Хотя заказы периодически поступают. Сегодня молодой человек готовится к международному фестивалю в Казахстане. В Алматы он повезет уже имеющиеся работы и несколько новых, которыми займется в ближайшее время. Говоря о планах на будущее, рассказывает, что мечтает о персональной выставке своих картин в одной из зарубежных стран. Чтобы и за пределами Кыргызстана люди могли увидеть не только его талант, но и пейзажи нашей страны, созданные с помощью кофе. Сабина Дамаскина, Алтенберг Канабекулу, НТС. Соблюдать дистанцию призывают спасатели на автотрассе Бишкек-Ош. До 11 апреля на двух участках дороги будет проводиться артобстрел лавин. Также сообщает МЧС из-за ливневых дождей. 2 и 3 апреля на юге республики возможен резкий подъем уровня воды в реках. Чтобы избежать подтопления низин, напоминают спасатели, необходимо в срочном порядке вычистить каналы, а рычные и дренажные сети. По сообщению синоптиков, по Кыргызстану сохраняется неустойчивая погода. Временами ожидаются дожди, в горных районах снег. Силы и средства МЧС приведены в повышенный режим несения службы. На этом у нас все. Команда НТС следит за развитием событий. Эти и другие новости, вышедшие в эфире, смотрите и читайте на нашем сайте nts.kj. Оставайтесь на нашем канале. НТС покажет. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok